Сегодня мы в гостях у Светланы Басковой в институте БАЗА. Она нам сейчас расскажет, чем занимается институт и как разбираться в современном искусстве. Спасибо большое, что вы навестили нас. Конечно, ответить сразу на все вопросы я не смогу, но постараюсь. Хотелось, в первую очередь, узнать о том, как вы себя характеризуете, как художник, как режиссер, как педагог, как философ. Во-первых, я не ставлю в этой задачи как-то определяться, как мне называть себя. Но в данном случае я директор института БАЗА, института современного искусства и теории, и также руководитель лаборатории художественной критики, которую мы создали полтора года назад. Совместно с винзаводом и институтом БАЗА абсолютно необходимо говорить, что такое современное искусство и, в общем-то, иметь образование в сфере современного искусства. И также очень важно иметь образование в сфере художественной критики. У нас много дисциплин, необходимых для формирования современного художника и теоретика. А можете эти дисциплины перечислить? Да, конечно. Во-первых, у нас существует история современного искусства, которую читает Анатолий Осмоловский, такой авторский курс. Она начинается от импрессионистов. То есть с 19 века, получается, да? Да. И по сегодняшний день. Дальше существует курс Константина Бохрова. Это история выставок. Важные эпохальные события происходили, особенно в 20 веке, на определенных выставках. То есть выставки курирует какой-то человек определенный, и он через себя, через кураторство высказывает какое-то послание, какую-то мысль. И если это удачно сказанная мысль, тогда эта выставка входит тоже в историю. Мы делаем отдельные лекции по истории архитектуры старой, например, там ордерная система, там еще что-то. И потом переходим на современную архитектуру. Борис Клюшников ведет методологию современного искусства, теорию современного искусства. Также у нас преподает Егор Сафронов. Ну, у него авторский курс тоже теоретический. Потом Иван Новиков преподает теорию и историю живописи, как она развивалась, и какие ключевые моменты, и что сейчас происходит, какая проблема, как сейчас решает проблему живописи на сегодняшний день. В этом году у нас будет нововведение. Мы решили немножко перестроить нашу программу. Мы приглашаем нескольких художников, которые сейчас, я бы не говорила бы слово «успешные», «удачные», потому что это не к современному искусству все-таки прилагательные относятся. Я бы сказала бы точные, которые точно попадают и которые, правда, современным искусством занимаются. Это Ян Гинсбург, потом Кирилл Савченков, Алекс Булдаков, Настю Рябову приглашали и Александра Сухарева. Это вот эта вот передача какого-то даже, какой-то энергии, какого-то видения, какого-то вот этого странности, какой-то, которым обладают современные художники. У них совершенно по-другому как-то вот этот взгляд. Но у любого художника, наверное, который у нас вызывает какие-то эмоции, наверное, взгляд на мир у него какой-то специфический. И мы сами не читаем этот мир так, как вот он это видит. И он нам дает возможность увидеть этот мир совсем другим и неожиданным для нас абсолютно. И вот это вот неожиданное, то есть странное, то, что хочется передать новым абитуриентам, если они там художники, даже теоретики и так далее. Мы хотим через вот этих вот художников, которые обладают таким сознанием, чтобы вот это было напрямую. Почему у вас архитектура, изучение архитектуры идет с древних времен, а живопись только с 19 века? В современном искусстве, в принципе, не принято преподавать архитектуру. Но мне кажется, это очень важный предмет. И мы по-разному его позиционируем, мы экспериментируем. Потому что каждый год это какой-то эксперимент. История искусства, ну это настолько распространенная практика, что по истории искусства написано очень много книг и очень много лекций. В интернете они существуют и можно, в общем, обратиться и достаточно качественно это все изучить. Также пойти в музей и прослушать какие-то гиды и так далее. Сейчас это вполне возможно сделать. Чем ваш институт отличается от всех остальных учебных заведений, которые преподают теорию, практику современного искусства? Я не могу сказать про эти отличия, потому что, когда так мало, там 3-4 института, все стараются все-таки какие-то свои методы использовать, которыми они владеют. И во всех этих институтах, в принципе, преподают люди нашего поколения. То есть мы все друг друга знаем, мы все из одного какого-то поля, мы все из 90-х. Не кажется вам, что если открыть одно большое учебное заведение по современному искусству и направить, ну объединиться и все свои силы направить на создание именно такого большого, хорошего института современного искусства, были такие мысли? Я думаю, что здесь два вопроса. Первое, технически, потому что это зависит от денежных средств. Это достаточно серьезно, то, что вы говорите. Это издание, это все остальное. А второе, я считаю, что очень важно, когда есть разный институт, разные точки зрения. И когда нет какой-то одной доктрины взгляда на современное искусство. И это интересно. Мне кажется, что должно быть их несколько, конечно. Кто приходит к вам учиться? Что это за люди? Приходят разные совершенно люди. Люди, которые уже как бы художники, и которым надо продолжать дальше. Приходят люди, которые хотят понять, нужно им быть художниками или нет. Приходят люди, которые хотят заниматься теорией. Приходят из Суриковского института, приходят из Строгановского института. Эти люди приходят, потому что они не знают, что им дальше делать, когда они закончили институт. Так как там не преподается теория современного искусства, но вообще современное искусство там не преподается, достаточно консервативные институции, то люди, собственно говоря, не знают, что происходит в мире. Даже в МГУ на искусствоведческом факультете, я не знаю, там, по-моему, кто-то все-таки что-то преподает современное искусство, но все равно это не на том уровне, на котором это должно быть. То есть там нет ведущих специалистов этой области, которые есть у нас. У нас, правда, первоклассные преподаватели, самые лучшие преподаватели, которые могут преподавать современное искусство. Их надо, конечно, давать им кафедры, чтобы они развивали эти кафедры, то есть давать им больше свободы, потому что это, правда, единицы, которые это могут делать. К вам приходят студенты Суриковского, Строгановского. Чем они отличаются от людей, которые не заканчивали классических институций? Это не случайно такой термин, постакадемическая травма существует. Что человек, оканчивая академический институт, он теряется, он не знает, кто он, художник он или не художник. Или просто ему дают ремесло, но не дают возможность обрести какое-то мышление собственное, свою личность, критическое сознание воспитать, для того, чтобы человек мог дальше развиваться, помочь ему в этом. У вас кто-нибудь делает работы холст-масло? Да. Вы не считаете, что масляная живопись умерла сейчас? Да нет, мы преподаем, у нас отдельный предмет – теория, история живописи. Очень многие говорят, что холст-масло – это уже все, это давно устарело, сейчас надо... Ну, смотря, что вы с ним делаете. Все зависит от вашего высказывания, что вы хотите, от какой-то программы, которую художник себе выбирает в жизни. То есть, в принципе, техника не важна, и материал не важен для высказывания? Абсолютно. Нет, ну как, если человек видит, что именно этот вопрос можно решить именно этим материалом, именно этим медиумом – там, танец, пластилин, масло, холст, перформанс, инсталляция – то он и выбирает это. Здесь нет никаких... дуг. Хороший ответ. Вселяет надежду. Ну, собственно, мы для этого и существуем, чтобы вселять надежду. Отлично. Значит, все-таки у меня есть шанс. Ну, потому что у меня тоже, так называемая, постакадемическая травма. Я, закончив Сурьковский институт, тоже ставлю себе такие вопросы. Кто я, что я, зачем мне это нужно? Нужно ли мне это? Да, ну, понимаете, вы, например, приходите, условно говоря, к нам, да? И вначале у нас так устроено, что первый семестр у нас по семестрам, в основном мы даем очень много материала. И вы слушаете, слушаете, мы даже советуем ребятам ничего не делать в смысле искусства. И существует образование такое для того, чтобы немножко поэкспериментировать, потому что вернуться к себе, в том, к какой вы пришли, вы всегда сможете. А вот эти вот два года эксперимента, которые вы себе можете позволить, вот наблюдение врачей, что называется, это ваш шанс для того, чтобы понять, что вы можете потом делать. Вас никто не будет ничего заставлять делать. Но мы предлагаем сделать что-то другое. Я смотрел несколько интервью с вами, и вы говорили о том, что вы всегда предупреждаете студентов о том, что им будет очень тяжело, и, скорее всего, они будут уже не такие, как до института, потому что вы не гарантируете им ни материального успеха, ни публичного успеха, а вы гарантируете образование, как минимум. Безусловно, мы знаем художников, которые в 90-е годы начали работать. И эти художники стали известны тогда, и были двухтысячные, когда намечался рынок современного искусства в России, потому что были деньги, и были связи, и не было никаких санкций, и мы делали какие-то международные проекты, их было очень много, и таким образом постепенно русское искусство современное, оно занимало свое место на Западе. То есть вот это вот все начиналось, начинался рынок, покупали современное искусство, оно стоило определенных денег. Но потом, в связи с этими кризисами, которые начались уже в 10-е годы, и продолжаются до сегодняшнего дня, и особенно санкции последние, они, конечно, обрывают очень много надежд и на зарабатывание денег, и на популярность художника, на его место в истории искусства. Того положения, в котором они были раньше, сейчас нет. Художники моего поколения, они в общем, в достаточно плачевной ситуации сейчас находятся. Нет такого, чтобы пропагандировали тех художников, которые, собственно говоря, уже что-то, заработали какой-то свой статус, так скажем, свою позицию. То есть я бы сказала, что вот эти есть, потом есть молодые, но которые уже в среднем возрасте, которые уже имеют свою точку зрения, которые уже высказались, которые уже приняты. Многие из них находят какие-то галереи за границей, многие не находят, но они все равно продолжают работать. Худо, бедно, как-то они где-то вынуждены, ну, не все, но в основном художники где-то должны еще работать. Как-то они должны зарабатывать деньги. Особенно, если человек приехал из другого города, то ему надо снимать жилье и иметь мастерскую еще. Как минимум, да. А совсем молодые художники, которые становятся художниками, им тоже тяжело. Но тоже они приезжают, тоже они снимают квартиры, тоже у всех депрессии, потому что это, правда, невостребованная профессия. И если это тоже переживание, тоже может выводить депрессию, то, что, ну, типа ты никому не нужен. Все, кто занимается современным искусством, это маргиналы. У нас нет определения, что такое современное искусство. У нас в государстве нет официальных институтов современного искусства. Боятся определения, что такое современное искусство. Никто как бы не знает, как бы оно есть, как бы его нет. Института критики вообще нет. Институт художественной критики, он обязан быть. Это нельзя организовать на наших, вот мы это делаем, там, в какой-то комнате, как-то вот принимает там по 20 человек благодаря винзаводу. Это бесплатное образование для этих ребят. Но, понимаете, это должны быть большие библиотеки, это должны быть большие ресурсы, выходы на международные ресурсы. Это серьезное очень занятие, это серьезная профессия. Поэтому мы все находимся в маргинальном поле, но, скорее всего, наше существование, как я понимаю, плюс нашего существования заключается в том, что мы есть какое-то сопротивление. Сопротивление тому, что существует сейчас в мире, в политике, в общественной жизни. То есть наше присутствие в этом поле, в поле жизни, это и есть сопротивление. Вы можете рассказать о выпускниках базы, о художниках, на которых следует оставлять внимание? Денис Строев, очень интересный художник. Вообще я не представляю, как ему приходит в голову придумывать такие вещи, которые он делает. То есть, когда я вижу произведение, которое он делает, качественное какое-то, большое, я не понимаю, как у него в голове все сложилось, чтобы вот это сделать. Саша Гореликов. Он делал Ашан-арт. Это он брал вот эти вот упаковки из Ашана, когда он там что-то съел, и вот это вот остается. И он на них сделал какие-то вот рисунки. Это очень интересно, то, что он сейчас делает, то, что он, какой живопись он делает. И он очень такой вот социальный, политический художник. Александр Плюснин. Мне кажется, очень интересный художник, и тоже можно проследить, какие он делал выставки, работы. Он давно уже выпустился. Так же, как и Ира Петракова, которая давно выпустилась. Эльмира Балатян давно выпустилась. Наташа Тар. Антон Кушаев. Потом Голынский. Саша. Ксения Кудрина будет интересно. У нас есть балет классический, у нас есть консерватория с классической музыкой. Туда до сих пор люди поступают, с измольства этим занимаются. Потом и танцуют, и играют классическую музыку. Что, по вашему мнению, с академической живописью? Потому что очень много молодых, опять же, идут туда учиться. Я не знаю, что сказать, но я думаю, что если молодой человек чувствует, что ему хочется рисовать, у него получается и так далее, то и при том есть родители, которые хотят, чтобы человек получил образование, то, конечно, родители будут настаивать, наверное, на какой-то государственном институте, где он получен диплом. Кто-то идет против воли родителей, уезжает, отделяется и выбирает свой собственный путь. Но может ли это существовать параллельно современному искусству и называться, условно говоря, классической живописью? Я этого не понимаю, потому что он просто рисует то, что уже было нарисовано, условно говоря. Ну да, да. Человеку нравится делать этюды, не знаю, коровников с бабками, с тракторами. Ну, это ремесло. В данном случае надо честно говорить, что человек идет получать ремесло и не скрывать от него, потому что взрослые люди, которые сидят в этих институтах, должны объяснять это. Но человек, когда идет в консерваторию учиться, он же понимает, что он всю жизнь будет играть произведения чужих композиторов и музыкантов. Да. Он же это изначально понимает. Ну да, если он исполнитель, это ремесло. Но в то же время он может стать каким-то крутым исполнителем. Ну то есть академическая живопись не может обрести статус... Искусством. Нет. Ну, можно сказать, да, искусством. Ну это ремесло просто. Это не академическая живопись. Человеку учат делать качественно живопись на темы, которые уже были разработаны предыдущими поколениями. То есть он будет качественно делать копии или работы, похожие на те произведения, которые были сделаны. Каким вам видится судьба нашего контемпля-искусства в 20-е, в 30-е годы, 21-е века? Я считаю, что современное искусство, оно никуда не денется. Он всегда будет существовать. Я надеюсь также, что сейчас откроется скоро музей ВИАСи фонд Виктория Арт Фондейшн, ГЭС-2. И будет тогда и гараж, и ГЭС-2. Все-таки будет какое-то... Тоже две точки зрения. И там новый музей, новые подходы. Это будет ответом как раз молодым людям. Это будет той культурной политикой, которая, в общем-то, и должна появиться. И может быть, это подтянет и всех остальных. Надеяться на то, что придут к власти более молодые люди, которые... Я имею в виду власть в сфере искусства, что... Министр культуры, условно говоря, да, вот директора или, как называется, ректоров ГИКа, Суриковского института, Академии художеств, что эти люди как-то все-таки исчезнут, вот эти старые люди. Вообще, я не понимаю, почему они так долго там держатся. Я все-таки надеюсь, когда-то они уйдут, как можно скорее это должно случиться. И тогда, я вот надеюсь, что придут все-таки какое-то другое поколение, которое, ну, хотя бы что-то изменит в этом. Невозможно. Это же уже десятилетиями все идет. Ну, это же просто позор. Они просто выпускают людей, которые потом не могут найти себе применение. А как вам кажется, если в Суриковском институте сделать вторую историю искусств, как раз начиная с 50-х, 60-х, до до 20-го века, может что-то поменяться? Я думаю, что, в принципе, надо пересмотреть преподавание современного искусства, истории современного искусства в этих институтах. Безусловно, надо до сегодняшнего дня преподавать. надо вести такой курс. Это не так сложно. Спасибо вам большое, что приняли нас в гости, рассказали. Друзья, с вами была Светлана Баскова, Институт База, Арт. Обстрел, Николай Рындин, Искусство.